и с вас дорогие друзья с вами по бэджи маримас мы продолжаем обозревать игру или дэнджерус бета тест это бета тест кстати релиз этого патча будет уже скоро на следующей неделе думаю к понедельнику к вторнику может быть среда крайне наверно четверг посмотрим а я хочу вам показать что добавили разработчики они переработали почти полностью поверхности планеты заселенных теперь поверхности планеты будет выглядеть так это у нас теневая сторона как вы видите здесь жизнь идет полным ходом и немного переработали закаты восходы вот так теперь это дело выглядит просто прекрасно я думаю вам тоже наверно понравилось это дело потому что ну понятно дело мелочь но приятно как я уже говорил в предыдущих сериях довольно очень красиво это дело выглядит если конечно реализуют посадки на планеты и вот в такие в такую часть до планеты будем приземляться вообще в думаю этой игры цены не будет хотя ее цена и так сожалению высокая по отношению к рублю на данный момент многие жалуются астром 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 есть они у господи астра не лагай круиз так подожди туда да нам надо давайте полетаем же вокруг планеты и посмотрим так ну да мы слишком близко находимся к этому объекту возле этого объекта нам нужно чуть-чуть отдалиться подлагивание кое-какие происходит к сожалению ну как вы знаете да бета тут и добавили всякие графические эффекты но они пока еще не оптимизированы поэтому есть и будут кое-какие лаги как раз разработчики на работают над оптимизации помимо оптимизации со самой русской локализации как видите здесь много чего как как можно сказать беспорядочно сделано в плане перевода я думаю все это дело поправить скоро шоссе видите все прям как капс локом написали кроме орбитальные линии я кстати выключил давайте включим их посмотрим верьте орбитальные линии теперь более так тоже красивые выглядят например вокруг планеты у нее и какая красота друзья смотрите обратите внимание какая красотища просто жесть аримас хватит уже восхищаться ну я вот не могу удержать свои эмоции да да я когда говорю да она она думаешь игру map и она говорит galaxy map кстати просто map надо убрать кстати лада по воду галактики немного тоже оптимизировали саму галактику добавили всяких новых графических эффектов я думаю а и самое главное они переработали прокладка маршрутов я уже показывал кстати в предыдущем выпуске в общем я вам уточню теперь вы можете прокладить себе маршрут на тысячи световых лет друзья тысячи они сто как это было ранее в 10 раз больше они увеличили это дело и я думаю исследователям данный факт данное нововведение просто понравится ну давайте вот посмотрим сколько здесь нам придется проложить то 490 всего лишь ребят смотрите сколько это дело до 490 давайте посмотрим быстро ли мы сможем проложить себе маршрут считаем 1 2 ой все же проложили мы свой маршрут и автоматическая игра нам показывают вот через какие системы мы должны быстренько пробраться я прям не знаю сомневался в этом плане что разработчики смогут это дело реализовать на должном уровне но по всей видимости они смогли и меня это очень сильно радует класс войсеньки вастро в их не был бы женат женился бы на тебе так ладно что у нас как еще из планеты посмотрим системы открывай вася карту газовый гигант вот мне нужен газовый гигант гелий азот водород лед камень металл а здесь что у нас водяные гейзеры металл давайте подлетим к 9 планет посмотрим что это за планета такая красивая добавили всяких новых звуковых эффектов очень много оптимизации друзья это просто там такой список что вот просто просто список я вам оставлю ссылочку в описании к нашему видео есть один очень и полезный и хороший сайт под названием elite games там вы можете найти свежие новости дополнительную информацию по тем или иным нововведениям почему в общем заходите так у нас 9 планета и насколько понимаю летим ходят слухи что еще добавили кое-какой саундтрек я покажу кстати не слышал а есть я заметил есть один саундтрек он принципе был ну чуть-чуть сделали микс там добавили да тоже ладно вы думаете на него и римас ты такой вот прям мелочный так ладно летим дальше а вселенная мне кажется чуть-чуть тут прям то ли изменилось то ли еще чуть ладно с этим посмотрим ледяная планета перед нами сейчас туда подлетим посмотрим насколько я помню в списке было сказано об одном факте то что они улучшили графическую составляющие именно газовых гигантов я не знаю ледяная планета входит в этой в этих гигант или нет мы сейчас с вами посмотрим может быть там что-то изменили потому что ранее было просто ужас они газовый гигант там ну понятно дело что прям ляп-тяп да сделано все в то время еще разработчики говорили что до этого не дойдут и перерисуют переработают все эти поверхности для чего не делал для того чтобы уже реализовать посадки на планет конечно на газовый гигант мы по-любому сесть не можем на там газ там нету твердой поверхности а вот на такие планеты живые неживые где твердая поверхность идея я так понимаю климат позволит нам там ходить там до приземляться то соответственно это сделал они сделают давайте подлетим ближе игра немного подлагивает ребят потому что я играю в бета-версии тут чего с оптимизации не так уж хорошо потому что они добавили новые всякие графические до элементы и принципе ну что ж океан а это у нас типа северного полюса антарктида еще что-то хоть подлетим поближе кстати мне у нас теперь звезда да он там у нас столкновение но впрочем здесь стоит смотреть нечего да понятное дело хотя уже перерисовали видно что уже четкие всякие изображение чаще стала чаще 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 ладно давайте летим дальше а да кстати по поводу прыжков между системами давайте с вами это дело посмотрим так давайте мы с вами прилетим вот на в эту систему на мою кстати еще не исследовали я даже не знаю что там есть роз 142 может сюда по 3 летим сюда тут необычная звезда как это белая то ли синяя сейчас посмотрим что касаемо звенья это дело не добавит в марте тоже будет бета-тестирование после уже будет релиз патча скорее всего в начале может быть в середине марта как отучи информации я не владею возможно уже но если она я еще не прочитал ее ну пока я не знаю слушайте да это вот такие новые звуковые эффекты так ну давайте просканируем это дело федерация класс f белая звезда мы видим какого-то пилота лакон ави type 9 да ты охерел как ты быстренько так нафармил на этот type 9 и я понятия не имею друзья давайте мы за ним полетаем дробь юр карга сейчас мы напугаем хотя мне нет система перехвата да и ладно как этот чувак летит летает на type 9 я так и не понял ребята ау пайлот ваксин бета это чё у нас получается у всех такой ник пишет ну прикалываться угорает он увидел меня слопок какой-то но бас летит что у меня дроп юр карга так ладно давайте посмотрим что у нас здесь он пишет так контакты орка 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 адр адр хаулер хаулер о господи как вас тут много ребятишки так карты системы смотрим за какие станции есть это у нас первое это у нас вторая не исследованию на давайте поисследуем эти станции ой планеты астра а я слепень понятно сэй аллоу ой тюмоя лапочка так ладно летим дальше тихо 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 да я вот любитель исследовать всякие тела новые места галак но системы и так далее да помимо pvp ребят помимо папы у меня и конечно есть такие выпуски до pvp туда суда там убивать все думают все у всех такое складывается впечатление что ее он я всех люблю убивать там и под опуск нет ребят я не такой я люблю более такую простую игру прихожу с работы и снимая видосы ну не всем интересно смотреть как я просто открываю новые не знаю там системы планеты хотя возможно уже будет всем интересно после того как ведут ту самую функцию ту самая то самое нововведение которое обещает нам разработчики если мы открыли новую систему и полностью просканировали после этого мы прилетели на любую живую систему где-то мне станции и продали эти данные то соответственно будет показываться наше имя что вот вот там римас побывал он впервые в жизни впервые да там первые первые всех пример прилетела на в эту систему и открыл ее и эта система исследования именно римасом я думаю для всех хватит время по так как здесь как вы знаете около 400 миллиардов звездных систем конечно же близлежащие звезды система будет первую же половину года исследованы я так понимаю это мой прогноз но тем не менее так здесь у нас какой-то неизвестный источник кстати заметили на у нас кое-какие лаги из возле новых планет объектов это говорит о том что разработчики переработали именно графическую составляющие до этих планет видели видите там всяких кратеры и так далее то есть видно что кстати скоро введут кометы представь себе да вы летите видите комету ли комета летит и вы пытаетесь догнать и прям рядом с ней летаете и так далее блин это просто жесть так ладно хватило на что-то я заигрался заболтался летим к станции open map galaxy на так ну да это это у нас бета потому что мне вот в принципе эти места уже были исследованы класс я уже забыл что мы на бета-тесте кстати звуки тоже немного поменяли просто атмосферно да ребят и сидит и синтез плюс вот она кстати планета и вот это собственно сама станция федерация синтез синтез я я я надеюсь что это у нас первое место да как вы знаете добавили локализацию но тут кое-как доработку нужно нам не показывается именно номер нашего места нам приходится ориентируется по радару какая мягкая посадка красотища ну что ж друзья бои это было вечерняя серия как говорится на позитиве с чайком с кофейком да еще бы конечно если я что-то увижу что-то новое конечно же я постараюсь сделать серию с вам было и вас подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии если у вас есть какие-то вопросы то пишите я по возможности вам отвечу всем удачи губай